Девушки отдыхают 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 Разрешите я пойду к ребятам в отделение Мы там проанализируем данные Все-таки вторая кража Пусть ведут все сами А мы возьмем под контроль У тебя самого дел не в проворот Извини Да, я слушаю Так Понятно Адрес Снова кража Ясно Гостинистерно уже в другой, но в том же районе и кажется тем же способом Неужели тот же самый, Федор Кузьмич? Похоже, что тот же самый Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какие часы он появляется? Примерно с двух до трех Костюм один и тот же? Один и тот же Руки какие? Руки? На пальцах Кольца есть? Не спросили мы о руках, Федор Кузьмич Просил у Татьяны той Она, наверное, обратила внимание Ну что же, ребята, давайте Давайте соображать Дело-то оборачивается серьезно Гуси этого надо брать быстрее Для начала должен сообщить Ты, Лосев С сегодняшнего дня будешь заниматься только этим делом Ну как, ты знаешь? Этого о чем? А, так значит, не знаешь Так вот, вчера перед закрытием В комиссионный магазин на Полянке Было сдано для продажи платья Той самой артистки Понял? Понял Сдала какая-то женщина По чужому паспорту, краденому Дежурный еще вчера организовал проверку Приметы той женщины имеются В общем, на Читай Так, понятно Дай, подожди Это все? Да Все, что выдала машину По вашему запросу Ты просто молодец Я у тебя в долгу Дай, подожди Дай, подожди Игорь, поди сюда Поди, поди Гарем собирайся Гарем, гарем В долю возьмешь? Погоди, надо посоветоваться Вот тебе словесный портрет Выбери по нему Кого-нибудь из этих женщин Ну, выбери, выбери Привлекательные наружности Среднего роста Волосы русые Глаза серые Ну, это довольно-таки сложно А? Давай, давай Ищи, инспектор Вот это? Я тоже думаю, что это Знакома она мне Полгода назад Проходила по делу Своего бывшего мужа Работает экспедитором На трикотажной фабрике Может, ты с ней В цветы попал Может, попал Глотова Варвара Алексеевна Субтитры создавал DimaTorzok Вы, наверное, новый жилец? Да. Не можете открыть? Да вот не могу. Разрешите? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста. 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 Вот эта женщина. Вы не ошибаетесь? Нет, нет, это именно она. Вот. А вы уверены, Вартан Хачатурович? Во всяком случае, из всех, кого вы мне показали, вот ее я видел. КОНЕЦ КОНЕЦ Алло, дежурная. Я срочно улетаю. Примите, пожалуйста, номер. Да, да, 215-й. Пожалуйста. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, кого надо? КОНЕЦ КОГО? Варю? Надо. КОНЕЦ Ну, давай. КОНЕЦ Ну, мы что, так и будем стоять? Да здесь я. С чем не прятаться? А что же в дом-то не пускаете? Так, незваный гость. Заходите, коль пришли. Заходите, проходите. С чем пожаловали? Толик, дай человеку стул, вон тот. Присаживайтесь. Ну, так с чем пожаловали? Да вот, шел мимо, дай, думаю, зайду. Проведаю, как живете. Хороша Маша, да не ваша. А ты кто такой-то? Знакомый? Учти, я и не таких отваживал. Да ладно, сиди уж. Но говори что-то на себя. Ну-ка ты, проваливай отсюда! Ну, а что мне-то проваливать? Кто первый пришел, тут пусть первый и проваливает, я так понимаю. А ну, встань! Сейчас этот фрейр будет плакать. Перестань, дай, 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 дай. Перестань, дурак! А ну, проваливай отсюда! Понял? А ну, проваливай отсюда! Ну, проваливай отсюда! РОМСОБЮТСЯ О, проваливай отсюда! Рассказывайте, Варя. Для вас сейчас самое лучше все рассказать. Да ничего мне рассказывать. Дура! Заработать хотела. Вот и все. Нет, не все. Кто этот человек? А я знаю. Встретились. Как встретились? В метро за мной увязался. Вчера в кафе пригласил. Обратно домой на такси привез. Прекрасно. Как его зовут? Михаил Семенович. Опишите мне его. Ну, средних лет. Худощавый такой. И волосы с сединой прямые такие. Ясно. А о себе он что-нибудь рассказывал? Да известно, что рассказывал. Одинокий, мол. Подруги жизни у него нет. Женской ласки не видит. Да что вы все в таких случаях говорите. Не знаете разве. В котором часу он вас отвез домой? Не поздно. Около десяти. А в каком кафе вы с ним были? Не помню. На Кутузском проспекте возле тоннеля такой большой стеклянный. Скажите, Варя, а вы номера такси случайно или парка такси не помните? Откуда? А водителя? Водителя помню. Молодой. В черной куртке, кожаной и в очках. В очках. А вот когда мы еще садились, он сказал, что далеко не повезет, потому что время у него заканчивается. Скажите, когда этот Михаил Семенович вам платье передал? Позавчера. Сказал, что платье? Сказал, что сестра из другого города прислала. Просил продать. Песят рублей обещал. Понятно. Скажите, а как же он деньги за платье должен получить? Позвонить обещал. Как? На работу. Куда же? Понятно, Варя. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что платье это краденое, что ваш, Михаил Семенович, вор, обыкновенный вор. И в ваших же интересах, чтобы мы сдержали вас с вашей помощью. Позвоните. Понимаю. Смотрите, Варя, не подведите. Товарищи дежурные, ожидайте, ожидайте, будет передаваться. Искали, Григорий Иванович? Где ты пропадал? Тут тебя обыскались. Опергруппа давно выехала. С ними Федор Кузьмич. А куда они поехали? Убийство в гостинице. Убийство в гостинице? Да, да, убийство. Номер состоит из трех комнат. Баня, кабинет, гостиная. Слева входной двери. Полутора метра. Слева входной двери. Слева входной двери. В полутора метрах стоит холодильник марки АК. Где ты был? Понимаете, Федор Кузьмич? Ладно. Доложишь потом. А сейчас включайся. Денисов, обрисуйте вам вкратце картину. Что с Кузьмичем? Значит так, было это так. Этот тип появился как обычно. Днем. Действовал по привычной схеме. А наши ориентировки? В течение трех недель работники гостиницы забыли о нашем предупреждении. Ясно, ясно, ясно. А примет этого типа тем более. Теперь слушай дальше. Это где-то было около четырех часов. И так уже... Да, четыре часа, очевидно, было уже. А вы не помните, когда появился этот настоящий житель? По результатам осмотра оперативной группы, место происшествия располагается в спальне. В спальне обнаружена потерпевшая, которая находилась под кроватью. Повреждения располагаются в области головы. Характерные для покушения на умышленное убийство. Когда горничная начинает убирать номер, она обнаруживает тело женщины, поднимает крики, естественно, сбегаются люди, вызывают милицию, то есть нас. Вот и все. Вот что, ребята. Надо найти этого жильца, который уехал. Преступник, очевидно, украл у него что-то. Этот жилец Николов, откуда он? Из Пензы. Надо дать поручение в Пензу. Пусть допросит. Послушай, Лосик, как ты посмел отправиться к этой самой Варваре? Не доложив и получив разрешение. Не обдумав все в конце концов. Это ведь не только служебный проступок. Федор Кузьмич, ну я хотел сначала... Помолчи. И драку по существу спровоцировал ты. Ну не хотел никакой драки, Федор Кузьмич. Я хотел, чтобы он ушел. Ну не нужно было с ней поговорить наедине. А он уходить явно не собирался. Глупости. Ты знал, с кем ты связался. Так он тебе просто и ушел. Как же? Эта драка нам еще аукнется. Запомнил, Лосик? Да понятно, понятно. Придется дать тебе взыскание. Чтоб было уже совсем понятно. Чтоб ты не забыл, что понятно. Ну а то, что ты вышел на эту Варвару, это хорошо. Что хорошо, то хорошо. Ну тогда объявите благодарность, Федор Кузьмич. Ну для равновесия. Постараюсь, если будет случай. Значит так, Лосик. Завтра попытайтесь разыскать этот таксиста. Может он помнит, куда он отвез этого. Как его? Михаил Семенович. Вот. С утра займись. Ах,nek! Там не таксиста. «Я варвар» Ах,ен patch займись. Нуورк из о которыхinctа, 像 светлой, может прожги. Лок ako ауканд Schccel providers КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте. КОНЕЦ Здравствуйте. КОНЕЦ КОПРОЛОВ ЭДУАД. Можно Эдик? Мы с товарищем разговаривали, он в курсе. Вы хорошо помните ту поездку? Конечно. Там еще женщина очень красивая села с этим гражданином. Я даже адрес запомнил. А его куда отвезли тоже помните? Ясное дело, он сначала поехал на Плющиху. Там вышел позвонить кому-то из автомата. Ну, наверное, ему отворот-поворот, и он сразу поехал в центр. И там вышел? Нет, он поехал на Комсомольскую, и там уже у метро вышел. Получено сообщение из Пензы. Сработал наш фоторобот. Один работник розыска Узнал этого гуся, оказывается, давно, лет десять тому назад. Он арестовывал его за квартирную кражу в этом городе. Он не только вспомнил, но и поднял его дело и дал по нему справку. И даже приложил его подлинную фотографию. И все еще не пройдет. Ну, Лосев. Прошу. Так, фамилия его Мушанский. Георгий Филиппович. Год рождения 1938. Валя, не сходи с ума, он работает один, это ясно. Какой-нибудь старый приятель, у которого он хотел остановиться, переночевать, но позвонив в последний момент, передумал. Вот это возможно, это возможно. И такой приятель явно праведной жизнью не отличается. Просто элементарный скупщик краденого, которому Мушанский. Молодец, Авдеенко, вот ты молодец. Вот на этих двух версиях мы и остановимся. Вот что. Есть одна очень любопытная и интересная личность. Удыш Семен Парфентич. Старый мужской портной работает в ателье. На дому шьет. И, кажется, перешивает. Вот это интересно. Он одинокий? Женат. Живет в отдельной квартире. Мы поработали вокруг нее, но ничего существенного выяснить не удалось. А внешность у этого старика как у английского лорда? Да, да. А что вы можете сказать о жене? Жену его Элеонора Михайловна зовут. Работает в меховом ателье. Очень эффектная дамочка. Разъезжает в иностранных лимузинах. А документы на машины? Все в порядке проверяли. А что касается круга знакомых? Ну, сами понимаете. Обширный. Безусловно, объект интересный. Только не знаю, следует ли на нем задерживаться. Следует, Валя, следует. Надо только выяснить, бывает здесь Мушанский или нет. Вот только как это установить? А Элеонора Михайловна, между прочим, очень соблазнительная дамочка. Ну и что? Ну, как что, каждый небось хочет с ней познакомиться. И ты тоже? Ну, а почему бы и нет? Нет, уж ты не герой ее романа. Вот если бы Виталий, вот это да. Но она, по-моему, не такая дура, как ты думаешь, Валя. Ну, и ты тоже не дурак. Ну, спасибо, Авдеенко, уважил. Ну, вот что, идея плодотворная. Сейчас без 15.3, меховое ателье закрывается в 5. Надо попробовать. Как Виталий, а? Да я, в принципе, за. Элеонора Михайловна, это пока единственное звено, за которое мы можем потянуть. В чем же дело-то? Ну, все, уже уговорил. Звоню начальству, прошу разрешения. Так, страхуясь. Ну, ты же знаешь, что я уже однажды погорел на личной инициативе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Семен Парфентьич просил вам кое-что передать. Ну что ж, я вас оставлю на минутку. Элеонора Михайловна, простите со своими друзьями, нам надо поговорить. В чем дело? Открылось одно очень серьезное обстоятельство, даже если хотите таинственное. А кто вы такой интересен? Ну я вам все расскажу и даже кое-чем признаюсь, но только не здесь. А где? Ну где хотите, ну лишь бы можно было спокойно поговорить. А вас действительно прислал Семен Парфентьич? Ну как вам сказать, отчасти да. Ой, вы что-то хитрите. И, наверное, не очень удачно. Посмотрим. Садитесь. Ничего не получится сегодня. До завтра, пока. Пока-пока. Парфентьич. Парфентьич, вы представляете? Это так свечо. Парфентьич, вы знаете. Какое обстоятельство еще открылось? Поинства? Ну дело в том, что один наш знакомый, общий знакомый. Я не могу назвать вам его имени. Почему? Ну, во-первых, я обещала, а во-вторых, вы его очень хорошо знаете. Ну, тем более. Не могу, Эллочка. Ну, ей-богу, не могу. Ну, разве что показать вам его. То есть, как это показать? Ну, назвать вам его я не могу, но показать мне его вам никто не запрещает. Фотографию. Правда ведь? Ну, вы положительный хитрец, Виталий. Ну, показывайте свою фотографию. Ну, показывайте, показывайте. Давайте, давайте. Откуда она у вас? Вы посмотрите на обороте. Помни меня, как я. Тебя куда бы ни забросила коварная судьба. Боже. Как это на него похоже. Но это не его подпись. Ну, Эллочка. Ну, обратите внимание на дату. А при чем здесь дата? Неужели не догадываетесь? Понятия не имею. Совсем? Абсолютно. Дело в том, что тогда у него была другая фамилия? Вернее, сейчас у него другая фамилия. Видите, я все-таки проговорился. Скажите, а что вот Кротков? Это не настоящая его фамилия? Сейчас. Настоящая. А когда вы видели его в последний раз? Кого, Жору? Ну, конечно, Жору. Сейчас вспомню. Откуда вы знаете Семена Парфенча? Эллочка, людям надо хоть немного, но доверять. Только по рассказам Жоры. Зачем вы его ищете? Он назначил мне встречу. Серьезную. Я не пришел. Может быть, что-то произошло? Но в любом случае, Эллочка, Жора не должен знать о нашей встрече. Боже, какая таинственность. Но пока что-то знаем только мы. Это наш козырь? К чему же играть в поддавки, правда? Я в поддавки? Я никогда не играю в поддавки. Ни с кем. Мы все-таки должны еще раз встретиться. Ну, если вы очень захотите. А теперь мне пора. О, Эллочка, вы же за рулем. К чему вам лишние неприятности? Была очень внимательна, Виталий. Даже слишком. То, что она познала Мушанского, это большое дело. Ну, где гарантия, что она не расскажет ему о встрече с тобой? Это верно. Да. Все-таки ситуация создалась весьма сложная. Весьма сложная. И мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Ну, что у тебя? Ну, в двух эпизодах в Ленинграде и в трех эпизодах в Харькове по приметам проходит Мушанский. Значит, версия подтверждается. Так что мы имеем дело с гастролером. Так вот почему он поехал на Комсомольскую. Торопился на Ленинградский вокзал. Верно, верно, ребята. Его нельзя упустить. Он уже звереть начал. Он уже на убийство пошел. Надо срочно предупредить Варвару. Не откладывай. Он может появиться в любой момент. Тороп. КОНЕЦ 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 Баря? КОНЕЦ Кто это? Это я, Виталий. Какой ещё Виталий? Жду вас. Неужели забыли меня? Отстань. Варя, да вы что? Отстань, говорю. Варя! Кричать буду. Варя, перестаньте. Перестаньте, Варя, пойдёмте домой. Ай, всё равно. Пошли ко мне. Здесь холодно. Что вы делаете? Ты меня согрей. Ой, холодно мне. Варя, пойдёмте. Холодно. Ух Варя,ójой. Ух, ай. Ух, ай. Ух, ай. Ух. 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 КОНЕЦ Ух. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А увидеть ее он может с любого места. Тут уж мы не сможем его уследить. Которым число он назначил ей свидание? Пять часов. Слушай, Лосев, поговори с ней сам. Она меня и слушать не хочет. А что она Мушанскому сказала? Сказала, что не придет. Пратко ей приехал. Так, так, а он? А он говорит, придешь. Буду ждать и трубку шлынул. Дела. А что Варвара сама говорит? Почему она отказывается идти? Боится, наверное. Уговаривать будете? Все равно не пойду. Чтобы не провалился дьявол. Да поймите, никто вас не может заставить. Да подождите, Варя. Послушайте, я вас не буду уговаривать. Но вы вспомните, сколько бед натворил этот тип. Я же вам рассказывал, Варя. Да знаю я все ваши рассказы. Вам лишь бы его поймать. А я для вас так. Копейка разменная. Варя, Варя. Ничего-то вы не поняли. Все я поняла. Не дурочка. Так что задержать мы его сможем. Только с вашей помощью, Варя. Понимаете? Только с вашей. Представляете, сколько он еще может несчастья принести, если останется на свободе. Ведь он уже на убийство пошел. Я же вам рассказывал. Поэтому эта встреча просто необходима, Варя. Понимаете? Понимаю. Слушайте, Варя. А хотите, я буду вашим братом? Как братом? Ну, мы вместе придем, вы нас познакомите. Да вы что? А что? Чем я не брат? Ну, вы все-таки того. Значит, во-первых, с тобой мы на ты. А во-вторых, как меня зовут? Олег. Олег. Прекрасно, Варя. Значит, вы согласны? Ну, конечно, согласна, Олешка. Подождите, я сейчас позвоню, ладно? Ладно? Алло, Федор Кузьмич, это Лосев. Мы едем вместе. Я ее брат. Раз такое дело, брать будем по твоему сигналу, учти. Поезжай, наш уже там. Да, мы передадим им по рации. А кто возглавляет группу? От Каленко. Ну, тогда я спокоен. А кто возглавляет группу? Он приехал. С ним женщина, которая меня знает. Она привезла его на своей машине. Я отойду. Ладно. А ты скажешь, что должно дождаться брата. Как только она уедет, я появлюсь. Хорошо, иди. Музыка. 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 Вот, это она. Ну что, поехали? Не могу. Сначала я должна брата дождаться. Ключ ему передать. Он что, у вас остановился? Ну, всего прожил два дня. Сегодня решил перейти к товарищу. Нам надо пропиться. Я знаю. Да, я же вас не познакомил. Это Варя. А это Нина. Жена моего хорошего друга. Она сейчас отвезет нас куда надо. Правда, Ниночка? Ну, если Варин брат не очень задержится. Ты же знаешь. Что случилось? Мушанский приехал с Элеонорой. Это плохо. На всякий случай, я брат Варвары. Мы так договорились с ней. Что предлагаешь? Придется подождать. Ждать не будем. Стой здесь, я сейчас. Стой здесь, я сейчас. Здрасте. Скажите, вы сестра Олега? Я. А что случилось? Ключ нужен. Какой? Ну, а вы обещали Олегу ключ от квартиры? Ну. А, обещала. А дальше-то что? Понимаете, он меня послал. Хм. И еще чего. Сам-то он где? Понимаете, встретились у приятеля. Выпили чуток, посидели. Он требует ключ. Я ему дам ключ. Я вот матери его напишу, а потом жене. Свалился тут, понимаешь ли, на мою голову. Да. Я его в раз к себе доставлю. Вот только это, от приятеля вытащить. Помогите, а? А я-то чем могу помочь? Ну, а где живет этот ваш приятель? Да вот тут на Арбате, ну. Ладно. Вы вылочим этого братца. А потом вы на такси отвезете его к себе. Договорите? Во-во, точно, точно. Вещички заберем и потом купим. Поехали, есть вторая машина. Не сюда. Понял. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого, появился мой знакомый. Кто такой? Тот, кто разыскивал тебя. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Говорил, что ты с ним хорошо знаком. Это он? Виталий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Подожди. Готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудяги. Привет, трудяги. Жди гостей. Жди гостей. После. После. После цифры, вероятно, 18. Ага, 18 этап. 18. С. С. Этой. С этой. С вол... Вероятно, сволочью. Сволочью. Будем кончать. Будем. Кончать. Соберутся. Соберутся. Все. Все. Хочу предупредить. Кроме протокола, запись ведет магнитофон. Техническая революция. И у вас тоже, оказывается, я поздравляю. Техника нам очень помогает. Вы в этом скоро убедитесь. Для начала назовите вашу фамилию, имя. Кратков. Георгий. Не надо. Не надо все семь фамилий. Для начала достаточно первой девичьей. А все семь вас не интересуют? Не интересуют, нет. Вас надо судить под настоящие фамилии. И, надеюсь, в последний раз. Ну, почему же в последний? Ну, я так надеюсь. А почему вы так надеетесь? Ну, вот почему, я вас спрашиваю. Извините, спрашиваю здесь я. Таков порядок в нашем разговоре. Только я. А вы отвечаете, и желательно, правду. Врать не рекомендую. Итак, ваша настоящая фамилия? Извольте. Мушанский. Георгий Филиппович. Вот. Это уже другое дело. Это уже другое дело. Ну, так. Ну, где вы работали, где вы учились. Стец, мать, все это вы потом. Расскажите следователю. Пойдем дальше. Так, значит, вы артистом стали. А ваша первая кража где, у кого? В Пензе. У главного режиссера театра. Редкая скотина был, доложу и о вам. И бездарен к тому же. Чудовищно. Это, между нами говоря, в высшинстве театров так. Бездари карьеристы прут вверх. А настоящий, подлинный талант. Может быть, защитен. Его топчут. Его мнут. Я не мог этого вынести. Я их всех презирал. Ненавидел. И страдал. Как я страдал. Если бы кто-нибудь, когда-нибудь на свете. Но это потом. Насчет страданий потом. А сейчас мы займемся вашими преступлениями. Причем не старыми, а последними. Кстати, раньше вы между отсидками продолжали работать в театре. И знатоки могли прикоснуться к вашему искусству. Теперь бросили. Почему? А я убедился в людской зависти и злобе. Вот если бы хоть где-нибудь меня оценили, ну хоть где-нибудь. А нет. И мой талант погибал. В отчаянной, неравной борьбе. Вам не понять душу артиста. Ну, почему же нам не понять? Нам приходится понимать разные души. Поймем и вашу. Вы знаете, приходится встречать людей случайно опустившихся, заблудившихся и совершенно озверевших. Вот никто из них мне не сказал, но по правде, конечно, что он доволен. Что ему в другой жизни не надо. Всем им плохо. Всем. Какой бы дерзостью они не прикрывались. Нет, есть еще эти, ну, так сказать, амебы. Так. Так интересно в них разбираться. Они такие примитивные. Ну, захотел напиться, напился. Захотел отнять, отнял. Захотел порезать, порезал. А может и убить. Какое дело? Нет. Мы понимаем, вы артисты. Талант. Легко ранимый. Вы ходите на сцене, творите, а он из зала. Не верю. Обидно. Конечно, обидно. Очень обидно. Ну, довольно о театре, о таланте. Сейчас будет вопрос совсем иного порядка. Раньше вы занимались квартирными кражами, так? Допустим. А теперь перешли на кражи в гостинице. Почему вы это сделали? Я? Это вы меня с кем-то путаете? Разве что с Жорой Кротковым. Ой, не остроумно. А остроумно отрицать то, что мы уже знаем? Вы же должны были это давно понять. Я ничего не желаю понимать. Я повторяю. Вы меня с кем-то путаете. Нет. Ни с кем мы вас не путаем. Вас опознают работники московских гостиниц, где вы появлялись. У вас очень запоминающаяся артистическая внешность. И преступления у вас очень запоминающиеся. особенно последние. Вот у вас уже пистолет появился? Толпа. Толпа может довести личность до крайних мер самозащиты, и тогда личность берется за оружие. Это вам понятно? Но если каждая личность будет хвататься за оружие, что же тогда получится? Ну, я же не о каждой личности говорю. Я говорю о личности с большой буквы. Ушанский, вы не личность с большой буквы. Вы вор. Обыкновенный вор. А слово вор никогда не писалось с большой буквы. Вы признаете четыре кражи по Москве? Три. Продолжение следует...